Удар в сторону нескольких видов На таких же свободных коленях, мы с вами говорили, и спущены немножечко мягкие коленочки, которые позволяют вам свободно двигаться. Вообще, слова расслабленность, слова раскрепощенность для нас должны стать приоритетными в нашем курсе. Именно расслабленно все делается. Итак, удар. Само название описывает все то, что происходит. Удар бедром, стороны. Вот этой точкой на бедре. Почувствуйте, вы ее видите, вы представьте, что это она. Повисываете небольшую дублю, посылая ее ровно в сторону. Через низ небольшой элемент напряжения, когда вы подаете удар, и кинем бедром в сторону. Прослабили, оно вернется само по себе. Итак, сам по себе удар. Мы сейчас сами проработаем вариант на ненагруженные ноги. Ненагруженная нога. Сейчас я буду работать вот этим бедром, и соответствующая нога у меня слабо. Весь вес держится на противоположной ножке. Ручки, пожалуйста, в базовую позицию. Итак, представьте себе вот эту дубу, которую должна писать точка на бедре. Теперь мы делаем чуть снизу и ударили в сторону. Я попробую чуть ближе подойти, чтобы вам виднее была именно работа корпуса здесь. Мы, видите, через низ описываем ненагруженные ногу. Вот он удар. Удар. Я сейчас сделала просто резко. Вот я расслабила, но вернулась сама. Я даже не обращаю внимания на то, как бедро вернется в исходную позицию. Итак, удар. Удар. Вернули. Удар. Вернули. Удар. Вернули. Своим крошечным ученицам я говорю, представьте, что рядом с вами открыт холодильник, и вам нужно... Ручки у вас заняты, а бедром вам нужно этот холодильник закрыть. Именно так мы и делаем. Закроем дверцу холодильника хорошим, смачным, расслабленным ударом бедром. И раз. И раз. И раз. И раз. Как видите, если пробовать вести бедро ровно по прямой, параллельно полу, горизонтально, собственного удара у вас не получится. Это совсем другой элемент. Это элемент оттяжечки. В сторону и в сторону. Как видите, у меня сейчас бедра двигаются ровно, параллельно полу. Но поскольку вам нужно удар сделать, вам необходим вот этот люфт. Уйти вниз и вывести бедро чуть наверх по дуге. И вернули обратно. То есть это мягкое, свободное движение, не нагруженным бедром. Вот и весь удар. Движение делается. У меня сейчас колени, в отличие от качалки, которую мы с вами прорабатывали в прошлый раз, не участвуют. Я работаю только бедром. Ассоциация с незакрытой дверцей холодильника или с воздушным шариком, который вам подвесили вот здесь. И вам хочется его схулиганить и немножечко подвить. Хороший. Если вы ее будете держать в уме, то получится то, что нужно. Попробуем сделать все зеркальное другим бедром. Итак, мы переносим вес тела на другую ножку. Работать сейчас будем вот здесь. Представляете, кто что? Дверца холодильника, воздушный шарик. Поехали снизу, чуть наверх по дуге. Раз. Еще разочек. Раз. Еще разочек. Раз. Еще разочек. Раз. И смотрите. Этот ударчик мы с вами самым удобным образом можем интегрировать в обычные шаги. Поскольку мы делаем шаг. Вес ушел на ногу, которая у нас собственно в ударе не участвует. Притягиваем ножку для того, чтобы придерживаться для равновесия. Но ни в коем случае не нагружаем ее. И в этот момент даем ударчик. Ударили, вернули. И сейчас у нас ножка же осталась свободной. Мы спокойно можем сделать шаг вперед. Притянули ножку. Делаем сейчас в стиле голубогольских черепах. И спокойненько сделали ударчик в сторону не нагружения. Еще разочек. Можем переместиться вперед. Притянули ножку. Удариваем. Отойдем. Итак, мы с вами попробуем медленно, медленно, спокойно, совершенно не напрягаясь, сделать четыре вот таких хора. Договоримся. К примеру, мы наступим правой. У вас будет правая ножка. Нет, левая ножка. И правым ведром удар в сторону. Итак, шагаем левой рукой, правой удар в сторону. Ручки сделаем. Сейчас на руки не обращайте внимания, пожалуйста. Работаем только ведром. Пять, шесть, семь, восемь. Шаг вперед, притянули удар. Переносим ножку вперед. Шаг вперед, притянули удар. Шаг вперед, притянули удар. И последний шаг вперед, притянули удар. Ничто нам не мешает пойти назад этими шагами. Просто мы делаем шаг не вперед, свободный ногой, а назад. Вот посмотрите, медленно мы наступили назад. Перенесли вес тела на ногу, которой только что наступили. Притянули свободную ногу, подготовили себя под ударчик бедром. Ударили, вернули. Ножка стала свободной, поэтому ею и наступаем назад. Шаг назад, притянули ножку и ударили. Медленько, расслабленно. Следующий шаг назад, притянули, ударили. Шаг назад и ударили. Сделаем это без перерыва, стряхните напряжение рук. Снова вернули их в позицию. Сделаем в ритме таком. Шаг, удар. Шаг, удар. Третий, четвертый. Это были шаги вперед и назад в том же самом ритме. Пять, шесть, семь. Поехали. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Удар, шаг, назад. И шаг, назад. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Меняем ножку. Мы с вами шли с правой ноги. Был первый левый удар. Теперь поменяем. Пойдем с левой ноги и правый ударчик. Поехали. В этом же самом ритме ничего не меняем. Пять, шесть, семь. Поехали. Шаг, удар. Шаг, удар. Третий, удар. Четвертый. Идем назад. И шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Сейчас все. Мы попробуем положить на музыку. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Начнем не с шагула, а начнем просто с простых ударов. Без примечения. Раз. 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 Еще. Удар. 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 Перевести. Вверх. Немножку. И немножечко ударить с другим ведром. Поехали. Два. Никуда не торопитесь. Можно сделать два раза быстрее. И встанет. В три. В три. В четыре. Отлично. Теперь попробуем все-таки сделать шаги. Ударь. Напоминаю. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Не делайте слишком большие шаги. Вверх. Отвыв. Поехали. И шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг. На назад. Шаг. Шаг, удар. Шаг, удар. И еще разочек. Раз. Ударь. Два. Шаг. И еще разочек. Два. и